Крым вошел в топ-3 регионов Российской Федерации по количеству участвующих детей в онлайн-мастер-классах от арт-кластера Таврида. И сейчас более подробно об этом мы поговорим с Сергеем Першиным, руководителем арт-кластера Таврида. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро, Сергей! Итак, у нас к вам вопрос. Какие вы преследуете цели на своих мастер-классах? Цели очень простые и понятные любой семье, где есть дети. Сегодня мы все находимся в режиме самоизоляции, но это абсолютно не отменяет каких-то профессиональных задач. И многим приходится выполнять ежедневную работу на удаленке. Ну и вот представьте себе такую ситуацию, когда в бетонной коробке находится семья с двумя детьми. Мужу приходится работать, жене тоже приходится работать. И в этом ключе, мне кажется, очень важно, чтобы у детей была возможность реализовывать свои потребности в познании, в постижении каких-то новых творческих историй. И вне зависимости от того, что они находятся в четырех стенах и дома. И именно такую возможность мы предоставляем. С одной стороны, мы помогаем родителям немножечко отвлечься от постоянного внимания к своим собственным чадам. А с другой стороны, мы даем детям в онлайне ту возможность, которая наверняка у них есть и в обычной жизни. Это возможность приобщиться к творчеству, развиваться за счет творчества. Вот такая цель простая наших мастер-классов, нашей работы. Итак, цель ясна. А как же проводите вы сами эти мастер-классы? Все очень просто. Для того, чтобы попасть в расписание, необходимо оставить заявку. Вы знаете, что с началом пандемии, практически с началом пандемии, в нашей стране развернулся большой проект, который называется «Мы вместе». Это объединение различных общественных организаций, в основном добровольческого толка, которые решили помочь тем людям, кому необходима помощь в этой ситуации. И вот на сайте этого проекта «Мы вместе» есть и специальная ссылочка, или специальный раздел, в котором можно оставить заявку. Кроме того, нам помогают наши партнеры из российского движения «Школьников», ну и наши социальные сети тоже никто не отменял. Оставляешь заявку, собственно говоря, указываешь направления. Это разные творческие направления от изобразительного искусства до хореографии. После этого с тобой связываются, и ты узнаешь время, которое ты можешь, собственно говоря, подключить своего ребенка к мастер-классу, в котором участвуют еще десятки детей из разных регионов нашей страны. Можно? Сергей, скажите, пожалуйста, а это односторонняя связь? То есть если, например, у ребенка возникнет вопрос по ходу ведения мастер-класса, может ли он обратиться и спросить то, что его интересует? Да, безусловно, все современные средства коммуникации, такие, например, как скайп, через который мы сейчас с вами ведем этот диалог, эту дискуссию, этот разговор утренний, они позволяют переписываться, они позволяют чатиться, они позволяют задавать вопросы и получать на них ответы. Кроме того, никто не скрывает от детей, от их родителей того эксперта, который работает с ними, и в основном это ребята, которые являются нашими резидентами и представляют наш арт-кластер. Они в разные годы приезжали, кстати, в Крым на наши мероприятия, на мероприятия нашего проекта. Таких ребят тысячи, таких экспертов тысячи. Это взрослые, уже состоявшиеся, но в то же время молодые профессионалы, представляющие различные индустрии культуры и искусства. Поэтому обратная связь, конечно, тоже есть, и мы можем связывать с тех, кому это действительно интересно напрямую, с экспертами, в режиме даже какого-то разговора. Никто никому не отказывает, поверьте. Сергей, насколько мне известно, взрослые люди принимают участие непосредственно не только в организационных моментах, но также есть и мастер-классы, которые именно на такую аудиторию и нацелены. Так ли это? Да, но это уже немножко другой проект. Видите, ситуация, которая сейчас происходит в мире, она, как вы, собственно говоря, и обозначили в подводке, она очень поспособствовала, во-первых, максимальной вовлеченности людей во взаимодействие с разными онлайн-платформами, а во-вторых, она поспособствовала тем изменениям, которые мы наблюдаем уже сегодня. Хорошо это или плохо, я не берусь оценивать, но я могу констатировать точно, что такие изменения есть. Эти изменения в том числе касаются, и эти изменения касаются в том числе индустрии культуры и искусства. Мы видим, что, не знаю, онлайн-кинотеатр ОКО, например, там появилась специальная вкладка, посвященная искусству, и на платформе на этой транслируются спектакли, например, премии «Золотая маска», которая прямо сейчас проходит, и еще какое-то время назад казалось, что для этого должны пройти годы. Или мы видим, например, что количество посещений различных музеев в онлайн-режиме выросло многократно, и в сравнении с тем, что происходит в оффлайне, конечно, бьет все рекорды. Мы видим определенный кризис в сфере шоу-бизнеса, концерты отложены, отменены, и они потихонечку переползают в различные онлайн-сервисы. Мы видим, как развивается онлайн-образование, и, конечно, это все заставляет нас тоже изменяться, и мы предлагаем сегодня различные проекты, в том числе и для молодых профессионалов из индустрии. Вот такой проект у нас — это «Таврида на удаленке», это различные мастер-классы, какие-то арт-экскурсии, лекции. В общем, в прямом эфире, в формате прямого эфира много разных вариаций. Огромное спасибо вам, Сергей, за такую интересную, актуальную информацию. И, действительно, если вы сидите дома, не знаете, чем себя занять, своих детей, то обязательно присоединяйтесь к этим мастер-классам, смотрите, развивайтесь, обучайтесь, постигайте что-либо новое. Нашим телезрителям напомню, что Сергей Першин у нас был на прямой связи, руководитель арт-кластера «Таврида». Вам хорошего дня, всего доброго.